Всем привет, друзья, и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт, меня зовут Юрий Рашкин. Ну что ж, визит Зеленского в США продолжается, и об этом пишет CNN. Зеленский встретился с Камалой Харрис. Камала Харрис решила подчеркнуть свою разницу своим другим подходом к войне, в отличие от Дональда Трампа. Вот что по этому поводу пишет CNN. Харрис предположила, что ее оппонент-республиканец заставит Украину уступить территорию российским захватчикам, выполнив требования президента Владимира Путина. Цитата. Украина приняла нейтралитет и потребовала бы, чтобы Украина отказалась от отношений в сфере безопасности с другими странами. Конец цитаты. «Эти предложения такие же, как у Путина. И давайте проясним. Это не предложение о мире. Наоборот, это предложение о капитуляции, что опасно и неприемлемо». Конец цитаты. «Это сказала Камала Харрис. Хотя Харрис не уточнила, о ком она говорит, намек был ясен. И хотя Зеленский пытался развивать отношения с республиканцами, включая Трампа, во время своих визитов в США, ни он, ни кто-либо из наблюдателей не упустили из виду, передает СНН, что ноябрьские выборы придают новую актуальность его поискам способа позиционировать Украину для победы». Позиционирование Украины для победы. Интересно. Цитата от Харрис. «История напоминает нам, и история так ясно напоминает нам, что Соединенные Штаты не могут и не должны изолировать себя от остального мира», сказала Харрис. «Это прекрасно». Тут переводчик просто не работает, потому что по-русски это звучит как одно и то же. «Изоляция – это не изоляция», сказала Камала Харрис. Но по-английски она сказала «isolation is not insulation», но просто по-русски это одно и то же слово. Так что получается вот так, друзья. В четверг Зеленский находился в Вашингтоне, чтобы попытаться убедить администрацию Байдена в том, что его страна все еще может выиграть войну с Россией, если Соединенные Штаты и другие страны значительно и быстро увеличат свою военную помощь. Трамп заявил, что встретится с Зеленским. В четверг Трамп сообщил журналистам, что в пятницу он встретится с президентом Украины в Нью-Йорке. Цитата. «Президент Зеленский попросил о встрече со мной. Я встречусь с ним завтра утром около 9.45 в Трамп Тауэр», сказал Трамп во время выступления в Трамп Тауэр. Ранее в четверг Трамп загадочно опубликовал на Truth Social то, что, по всей видимости, было частной перепиской между заместителем посла Украины и помощником бывшего президента, в который он просил передать сообщение от Зеленского с просьбой о встрече. Трамп не указал в посте, сделает ли он это. Источник, знакомый с его планами, сообщил, что ожидалось, что Зеленский покинет Соединенные Штаты, но он был готов остаться еще на один день, чтобы организовать встречу. Ожидаемая встреча состоялась после того, как президент Украины недавно заявил изданию New Yorker, что, по его мнению, Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает как. Цитата «В этой войне часто бывает так, чем глубже в нее смотришь, тем меньше понимаешь». Конец цитаты сказал Зеленский и журналы перед своей поездкой в Вашингтон. В четверг Трамп сообщил журналистам, что с нетерпением ждет запланированной встречи с Зеленским, но не согласился с его оценкой, заявив, цитатой «Я считаю, что смогу довольно быстро заключить сделку между президентом Путиным и президентом Зеленским». Однако бывший президент отказался вдаваться в подробности своего плана и оставил вопрос открытым, когда его спросили, считает ли он, что Украина должна уступить территорию России в качество средства прекращения войны. Накануне прибытия Зеленского в Вашингтон президент Джо Байден распорядился увеличить объем помощи Украине, поручив Пентагону выделить все оставшиеся финансирования, уже одобренные Конгрессом. До того, как он покинет свой пост в надежде подготовить Киев к победе независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах президента США. Мощное заявление в действии «Шаг от президента Байдена». Возможно, он понимает, что мы хотим, чтобы он оправдал наши надежды, и он сам хочет оправдать свои собственные надежды. Прекрасно, мы все вместе. Выступая перед журналистами рядом с Зеленским непосредственно перед их личной встречей в овальном кабинете, Байден сказал «это укрепит позицию Украины на будущих переговорах». То есть то же самое, что он говорил до этого. Говоря о послевоенных усилиях по восстановлению, Байден заявил, что США и союзники, цитата, «должны поддержать Украину на ее пути к членству, как в ЕС, так и в НАТО, а также продолжить проведение реформ по борьбе с коррупцией», одновременно обеспечивая стране возможность отражать любые будущие атаки России. Он также пообещал продолжить поддержку США в восстановлении и реконструкции страны, в некоторых случаях используя также российские ресурсы. То есть возвращаемся к разговору о том, что российские деньги нужно использовать. Байден обычно склонен не торопиться с принятием решений, ох, мы знаем, о предоставлении Украине новых возможностей. Но поскольку ноябрьские выборы потенциально предвещают серьезные изменения в подходе Америки к войне, если победит Трамп, украинские чиновники и многие американские считают, что нельзя терять времени. Трамп заявил, что сможет урегулировать войну после вступления в должность и предположил, что прекратит поддержку США в военных действиях Киева. Цитата. По словам американских и европейских чиновников, подобные комментарии придали новый вес переговорам в овальном кабинете в четверг, которые заявили о необходимости увеличения помощи Украине, пока Байден все еще находится у власти. Байден отдает приказ об увеличении помощи. Тревога за будущее американской поддержки окрасила многие визиты Зеленского в Вашингтон. Это все одна большая статья из CNN, которая просто говорит о том, что сегодня произошло за день. Когда Зеленский посетил Белый дом в прошлом году, это было отчасти направлено на то, чтобы оказать давление на лидеров республиканцев в Конгрессе, чтобы они одобрили миллиарды долларов новой помощи. Давление на лидеров республиканцев в Конгрессе. Не будем пропускать важные моменты, друзья. Помощь в конечном итоге была принята, но поддержка Украины среди союзников Трампа невысока. Хотя Зеленский посетил капиталистский холм в четверг, он не встретился со спикером Палаты представителей адрес республиканской партии Майком Джонсоном. Я думаю, что Майк Джонсон с удовольствием использовал визит Зеленского в Пенсильванию на этот завод для того, чтобы отмазаться от того, чтобы встречаться с Зеленским. Потому что Джонсон даже, поскольку он трампист, то он даже не хочет быть, чтобы фотографии были вместе с Зеленским. Поэтому он просто, я думаю, использовал это еще как отмазку. Но ему нужно было что-то найти, он нашел. Во время своей более чем часовой встречи с сенаторами перед визитом в Белый дом, Зеленский высказался за увеличение поддержки США для его уставшей от войны страны. Изложив план, который он позже представит Байдену, он был настойчив, что ему нужно разрешение нанести более глубокий удар по России, что поддержали многие сенаторы на Капитолийском холме и что продолжает оставаться главным приоритетом для Украины. Некоторые законодатели на встрече заявили, что также дали Зеленскому советы о том, как он мог бы быть более убедительным в общении с Байденом. А вы думали только Советский Союз, страна Советов? Нет, что вы, Капитолийский холм тоже. Байден заявил перед встречей с Зеленским, что он поручил Министерству обороны «выделить все оставшиеся финансирования помощи в области безопасности, которое было выделено Украине к концу моего срока полномочий». Он также сказал, что одобряет новое дальнобойное оружие, ракеты Patriot, а американские военные расширят подготовку украинских пилотов F-16, приняв на обучение еще 18 пилотов в следующем году. Президент США заявил, что планирует собрать лидеров западных стран в следующем месяце в Германии, чтобы скоординировать их усилия по оказанию помощи Украине в достижении победы. Достаточно ли этого, чтобы помочь победить Россию, еще предстоит увидеть. И, по крайней мере, публично Байден воздержался от предоставления Украине разрешения на запуск западного дальнобойного оружия вглубь российской территории, черта, которую Байден когда-то не хотел пересекать, но которую он недавно, по-видеому, стал более открытым, поскольку на него все больше давит, требуя смягчить позицию. Смотрите, друзья, в начале этого очень длинного предложения было сказано и, по крайней мере, публично. То есть, возможно, что не публично происходит что-то другое, но, по крайней мере, публично Байден воздержался от предоставления Украине разрешения. Ну, окей, едем дальше. Даже если Байден разрешит введение огня на большие расстояния, неясно, будет ли об этом публично объявлено об изменении политики. То есть, ну вот. Байден заявил, что решил предоставить Украине дальнобойные припасы Joint Stand-off Weapon, JSOW, чтобы, цитата, повысить возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния. Конец цитаты. Хотя в его заявлении не уточняется, планирует ли он снять ограничения на применение дальнобойного оружия в глубине российской территории. То есть, вот такой туман войны, друзья, все, все путем. Продолжаем. Предвосхищая визит Зеленского в Белый дом за день до этого, Байден заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что его администрация, цитата, полна решимости обеспечить Украину всем необходимым для победы в борьбе за выживание. Конец цитаты. Зеленский рассчитывает на развитие отношений с Харрис. Отдельная встреча Зеленского с Харрис в четверг, которая состоялась после того, как украинский лидер завершил переговоры с Байденом, продемонстрировала его желание и дальше развивать то, что станет самыми важными отношениями между лидерами в случае ее победы. За несколько недель, прошедших с момента принятия политической эстафеты от Байдена, Харрис и ее помощники приложили все усилия, чтобы настоять на том, что по основным вопросам внешней политики между вице-президентом и уходящим президентом нет никаких разногласий. Продолжающаяся война между Украиной и Россией не является исключением, говорят они, настаивая на том, что при президентстве Харрис Украина продолжит пользоваться непоколебимой поддержкой США в борьбе с российской агрессией. Поймите, друзья, разница в переводе. Когда вы слышите продолжать поддержку на уровне Байдена, это у вас, теперь у нас как бы все мозги такие деформированные этой пропагандой, когда нам говорят, что Байден помогал по чайной ложечке, и когда мы слышим, что теперь у нас будет то же самое, и не будет никакой разницы между Харрис и Байден, мы думаем, это не особенно хороший результат. А с точки зрения Камела Харрис, это гордость, она гордится, она думает, что украинцы будут только рады услышать, что тут будет полная последовательность, потому что с ее точки зрения Байден поддерживает Украину, и Камела Харрис собирается поддерживать Украину. Поэтому следите тут, друзья, за разницей в переводе. Личная встреча вице-президента с Зеленским в четверг стала их шестой встречей с момента начала войны в феврале 22-го года. Всего за несколько дней до начала российских атак в феврале 22-го года вице-президент также встречалась с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, где они обсуждали наращивание военного присутствия России вокруг Украины и возможность начала войны. В своем выступлении на Национальном съезде Демократической партии в прошлом месяце Харрис намеренно приписала себе ответственность за реакцию США. «За пять дней до того, как Россия напала на Украину, я встречалась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его о плане России по вторжению. Я помогла мобилизовать глобальный ответ более 50 стран для защиты от агрессии Путина», — сказала она. «И как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО». Советники вице-президента говорят, что публичные заявления Трампа, публичные, о войне в Украине не могли бы более ясно продемонстрировать резко различающиеся взгляды на внешнюю политику вице-президента и бывшего президента. Харрис настаивает, что если она станет президентом, в отличие от периода правления Трампа, Украина сможет рассчитывать на непоколебимую поддержку США. Предвыборный штаб Трампа раскритиковал Зеленского за опубликованное в воскресенье интервью журнала «Нью-Йоркер», в котором Зеленский назвал кандидата на пост вице-президента Джей Ди Венса «слишком радикальным». Его послание, похоже, заключается в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее несет. Идея о том, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, неприемлема, заявил Зеленский в интервью. Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента. Трамп сослался на комментарии, прозвучавшие в среду в Северной Каролине. Цитата «Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные, мелкие, клеветнические заявления в адрес вашего любимого президента. Меня!» – сказал он. Даже в администрации Байдена бытует тихое признание того, что любые заверения, которые Зеленский может получить от Байдена и Харрис на этой неделе относительно приверженности США поддержки Украины, могут обказаться напрасными при другом американском президенте. При подписании нового оборонного пакта между США и Украиной на полях встречи G.C. в Италии в июне Зеленскому задали вопрос о том, какой план действий у него может быть именно на такой случай. Цитата «Если народ с нами, любой лидер будет с нами в эту борьбу за свободу». Конец цитаты ответил Зеленский. Вот такая интересная статья, которую опубликовала CNN. Надеюсь, что это дало вам больше информации, контекста и подготовило вас к следующему дню, друзья. Нас ждет теперь пятница. Посмотрим, какие новости этот день нам принесет. Я благодарю вас, друзья, за ваше внимание. Не забудьте посмотреть другие видео на этом канале. Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине! Живе Беларусь! А мы живе ЛХ и Габблос Америка. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok